До 27 рублей могут поднять стоимость проезда в городском транспорте. Сейчас горожане платят 22 рубля наличными и 20 рублей безналичным способом. Этот тариф не актуален уже много лет. Впрочем, далеки от реальности и потенциально новые цифры. Мы просчитывали, что реальная стоимость одной поездки составляет 50 рублей. А на сегодняшний день применены тарифы в размере 20 и 22 рубля соответственно, нам без нас. То есть реальная стоимость проезда на сегодняшний день абсолютно не соответствует рыночной цене. Вместе с этим город Транс выступили с предложением рассмотреть повышение тарифа. Сейчас рассчитываем этот тариф и в ближайшее время предоставим вам на обсуждение голосования. Предлагается увеличение тарифа до размера 25-27. Все обоснования по повышению тарифа Горавтотранс обещает подготовить к одному из ближайших заседаний комитета. Тогда же депутаты ждут от предприятия отчет о финансовом состоянии в конкретных цифрах. Ту презентацию, которую представил новый директор МУПа Григорий Маяков, народные избранники нашли не очень содержательной. В презентации совершенно отсутствуют цифры, касающиеся бигалоческого баланса, отчета о прибыли кубикам, а также кредиторской и дебиторской задолженности. Мы из этой презентации совершенно ничего не поняли с точки зрения финансового положения в МУП Горавтотрансе. Впрочем, даже без конкретных цифр депутаты признали, что за пять месяцев работы на посту Григорий Маяков смог выровнять ситуацию в Горавтотрансе. На линию вышли восемь новых автобусов. Для Ремзоны закупили новое оборудование. Кроме того, удалось оптимизировать расходы и расторгнуть убыточные контракты по доставке ГСМ и комплектующих. А самое главное, с мертвой точки сдвинулся кадровый вопрос. Удалось пересмотреть уровень заработной платы и, как следствие, появился интерес со стороны соискателей. Было принято решение ввести дополнительные стимулирующие выплаты водительных, а именно повысить им классность и процент различных. В результате чего средний заработной платы водителя автобуса по состоянию на 1 марта 2022 года выросло на 27% и составило 32 500 рублей. За аналогичный период прошлого года средний заработной платы составляло 25 630 рублей. Обозначил директор МУП и основные направления работы. Так, в планах открыть собственную станцию гостехобслуживания. Оборудование для нее уже закупили. Развивать междугородние перевозки, оптимизировать городскую маршрутную сеть. И в перспективе в 2023 году возобновить работу автошколы по подготовке водителей категории Д с последующим трудоустройством на предприятии. Депутаты также запросили у ГОР автотранса дорожные карты по реализации задуманных мероприятий. И на следующем заседании готовы обсуждать достижения и планы, опираясь на конкретные цифры.